Автокатастрофа забрала жизнь тренера. Накануне утром группа евпоторецких спортсменов отправлялась на турнир в Джанкой. На 42-м километре трассы в районе села Новоэстония Красногвардейского района в связи с погодными и тяжелыми условиями водитель не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в дерево. Автомобиль принадлежит Андрею Стратейчуку. В машине находилось пять человек, двое из которых дети. Пассажиры с травмами разной степени тяжести были доставлены в районную больницу. Спустя несколько часов после аварии тренер скончался. В память об Андрея Петровича наш сюжет. Как-то справляюсь. Это как в большой семье, знаете, как папа большой семьи. Каждый ребенок разный, к каждому по-своему подходишь. С таким подходом более 20 лет Андрей Стратейчук тренировал сотни детей. Отец, наставник, друг и брат. Для каждого он был своим. Здесь, в спортивном зале школы номер 8, он работал последние два года. Татьяна Дымань все это время тренировала и тренировалась вместе с ним. Не считая того, что он был, конечно, для меня первый раз инструктором, танцеем, также он был мне друг. Мы знакомы лет 10. Только как бы мы начинали вместе в одной федерации, в одной карате, то есть в которой распространено еще не было. Благодаря ему я получила черный пояс первый. Я стала чемпионкой Крыма, я стала чемпионкой Южно-федерального округа. То есть все эти заслуги, благодаря его поддержке, его духам, силам, что он меня благодарил ему, конечно, в первую очередь. Его уход – трагедия и для тех, кого он научил жить по-новому. Андрей Стратейчук был первым тренером карате в Крыму, кто адаптировал этот вид спорта для людей с ограниченными возможностями. «Первое, что мы сделали, это, ну, у нас состоялся разговор о том, как мы это видим, как мы хотим это развивать, куда двигаться дальше в этом направлении, потому что начинали мы все с нуля. И первое, ну, одно из первых, что я сделал, я попросил коляску, сел в коляску, ну, чтобы сам почувствовал, что это такое. Вот такая вот особенность». Сначала воспитанников было всего четверо. Менее чем за два года число спортсменов увеличилось до 25. Благодаря ему люди с ограниченными возможностями нашли себя в спорте. Стали сильнее, смелее, поверили в себя, завоевали не одну награду. Сегодня коллеги и родители собираются, чтобы помочь семье спортсменам. Поверить не могут. Еще в субботу они впервые занимались вместе с детьми, а теперь… «Мы-то думали, что это настолько все легко, как-то вот они первая ката учат, вторая, сразу третья как-то, и у них это все быстро получается. Они домой приходят с такой радостью, это все показывают, как у них это все получается. Конечно, нашим детям где-то тяжелее это все дается, но вот столько радости у них в глазах, столько вот эмоций, что у него это получается, он может это сделать». «Он очень интересно проводил тренировки, он постоянно и шутил с нами, и разговаривал, вот как со своими детьми». «Для нас это невосполнимая потеря, в прямом смысле этого слова. Вот такие люди, как Андрей Петрович, ну, один, наверное, на миллион людей. Он был очень добрый, порядочный, честный человек. Да, мы будем продолжать дело Андрея. Андрей мечтал повезти ребят в Токио на Паралимпийские игры. Вот. Горел работой, жил работой, очень любил людей». «Я Андрея Петровича знал уже 20 лет. Ну, светлый человек был очень такой, порядочный. Ну, для меня он был и другом, и коллегой, единомышленником. Я знаю одно, что, ну, сложно нам будет его заменить, Андрей. Я не знаю, я просто, вот мои соболезнования, у меня родственник всей семьи, родителям, конечно, жене». 42-й километр трассы Орловская-Красногвардейская. 8 утра. Не справившись с управлением в тяжелых погодных условиях, автомобиль Андрея Стратичука выехал на обочину и врезался в дерево. Шесть пострадавших, двое из них дети. Об этой страшной трагедии стало известно только около полудня. «Поехали они на соревнования в город Джанкой. К сожалению, уже в 11 часов дня нам стало известно о том, что его не стало. Из пострадавших наиболее тяжелое состояние находится у одного из подростков. По понятным причинам я не могу называть его фамилию. И он находится в Симферополе. Мы со своей стороны оказываем, готовы оказывать помощь всем шестерым пострадавшим в этой аварии. В семье Андрея уже организован сбор средств». Его жизнь оборвалась на 41-м году жизни. Одни остались, жена и двое детей. Не просто спортсменом, он был героем нашего времени. Андрей Стратичук. Помним, скорбим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА